Здравствуйте, это Акцент дня, я Владислав Павлов. Ежедневно мы обсуждаем самые важные и резонансные события. Сегодня говорим о ракетных ударах Украины по России, разрешении Вашингтона и реакции Москвы. По информации западных информагентств, Киев стремится получить разрешение от Вашингтона на применение ракет, способных поражать цели на расстоянии до 150 километров. Украинские военные утверждают, что без доступа к дальнобойным ракетам их способности в конфликте ограничены. Вместе с тем, все больше украинских экспертов склоняются к мнению, что обострение вооруженного конфликта с Россией нужно, чтобы подготовить украинское общество к возможным переговорам. Насколько реальны такие планы и как Россия может не допустить их осуществления? Обсудим на связи со студией военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Здравствуйте, Василий Алексеевич. Здравствуйте. Вот накануне в ССУ обстреляли пляжи в Севастополе. Четверо мирных жителей погибли, в том числе двое детей. Число пострадавших превысило 150 человек. При этом киевский режим зачем-то просит какое-то формальное разрешение у США, без этого разрешения прекрасно обстреливая наши территории. Он что, хочет, как это говорится в криминальных кругах, повязать кровью Соединенные Штаты? Ну, дело в том, что разрешение такое уже они получили. Байден сказал, что как минимум на Харьковском направлении бить по старым территориям можно. То есть им дано добро. И американцы ведь никак не прореагировали на то, что случилось, что это их ракеты, что тем более кассетные заряды, кассетная боевая часть, которая взорвалась. Почему вот столько раненых? Потому что эти наряды разбрасываются, кто-то взрывается в воздухе, кто-то в песке еще будет, наверное, искать, обнаруживать. И ракет таких они дали им достаточно много, потому что уже заявили, что все оружие, которое у них есть и даже производится, будет поставляться, в первую очередь, на Украину и не считая Тайваня. Ну, Тайвань у них на востоке, в общем-то, та же Украина, по сути дела, по приоритету. Остальные должны подождать. Поляки и прочие страны НАТО. Так вот, я думаю, что это чисто американская задумка наносить удары именно баллистикой, потому что баллистику тяжелее сбить, объективно, нежели крылатые ракеты, и скорость больше, и время подлетное, конечно, вот гораздо меньше, в разы, в отличие от того же. Они уже применяли эти ракеты, в частности, и по Крыму наша противовоздушная оборона сбивала. Ну, и здесь очевидно, что тоже они без подсказки хозяев. Сначала, перед тем, как применить ракетные удары, они применяют сейчас, потому что Севастополь — это вот такой первый массивный удар по гражданскому населению. Они применяли, судя по всему, сегодня и ночью, по тому же Крыму. Есть у них еще заветная цель — это Крымский мост. И, конечно же, судя по массивному применению беспилотников, она применяется массово. Накануне, как известно, более где-то полтора сотни беспилотников ушло на Крым, на Краснодарский край, на Черноморское побережье. Были все сбиты противовоздушной обороны. Вот вчера буквально ночью сбивали на Брянщиной. 28 беспилотников — такого никогда не было. Это делалось для того, чтобы загрузить нашу противовоздушную оборону и заставить ее, скажем так, потратить ракеты и далее наносить уже удары непосредственно вот такими изделиями, как Атамакс. Ну, что здесь сказать? Это вызов определенный сделан Западом. Вызов кровавый. Мы наблюдали вчера православный праздник Троица. До этого, 22 июня, они тоже памятный для нас день, не стесняясь, били. Это вот такая, значит, позиция вурдолаков и упорей, которые не признают никаких канонов, нравственных и так далее. Но об этом мы уже знаем и по отношению к пленам, и по отношению всему. И Запад, особенно США, на все наши заявления, заявление было от Марии Захаровой, молчит. США молчат. Я думаю, поставлена задача, конечно, уничтожать не только военные объекты, уничтожать не только средства противовоздушной обороны, потому что именно они мешают боевым действиям киевского режима. Но и, скажем так, создать у населения, у мир населения. Мы это видим вот по Севастополю. Ситуация безысходности, вполне возможно, что и паники. Если говорить о Крыме и Севастополе, сорвать курортный сезон, чтобы никто не ехал, они уже заявили, что они там делают на пляже, ведь идет война. Во-первых, войну никто не объявлял. Фраина нам войны не объявляла. Мы тоже проводим специальные военные операции. Война – это война. Война – это другие средства, другие возможности и все остальное. Так или иначе, конечно, это меняет ситуацию во многом на фронте. И, ну, думаю, что не первый раз уже применяется так называемый «Вундерваффе». На подходе другой «Вундерваффе», для которого они, по большому счету, уже тоже вполне вероятно защищают дорогу. Это истребители F-16 и, может быть, и французские «Миражи», о которых говорил Макрон. Вполне вероятно. Вот два самолета электронной разведки решили дать шведы, новоявленные, натовцы, и, может быть, даже и истребители. Так или иначе, главное противоборство, конечно, этим самолетам – это, конечно, средства противовоздушной бароны, наша авиация, потому как тоже, видимо, направление было вчера самолету на наши аэродромы, в частности, на Бельбек. Ну, вот получилось, что получилось, когда ракета сознательно разорвалась над пляжем. Она чем опасна, кассетный боеприпас? Если есть укрытие, она, в принципе, людям ничего не приносит. Она бьет по площадям, как вот шарапнель выкашивает. Так получилось. Конечно, это еще раз говорит, что мы имеем дело с террористами, ничем не отличающимся, мне кажется, от ИГИН, запрещенного в России. И, наверное, пора сказать, что это террористы, начиная от власти, которые сидят в Киеве, и заканчивая всеми, кто сейчас находится в власти соприкосновения, это, конечно, ИГУР вместе с Будановым, объявленным экстремистом и террористом. И, соответственно, все, кто, в общем-то, не щадит мирного населения, не думают о нем. И не щадит в том числе тех людей, которые являются, по факту, еще своими. Мы освобождаем территорию, но они считают своими. Они считают своими и население Крыма, между прочим, и Севастополя. Но вчера был на той стороне в Киеве, наверное, праздник, в Аханале. Вот мы это сделали. Я думаю, что это не повлияет на ход специальной военной операции. Выводы надо делать определенные. И по системе противовоздушной обороны, прежде всего, по борьбе с беспилотниками, применяя для их, скажем так, уничтожения, не столь дорогие средства, как порой бывает. Эти средства должны быть направлены именно на противоракетную оборону. Вполне вероятно, что надо беречь и на то, чтобы в ближайшее время, может быть, ну не ближайшее, а в среднесрочной перспективе, сшибать американские и прочие самолеты. Я думаю, такое делает сейчас. И, конечно же, учитывая то, что враг, помимо того, что бьет по медным домам, как это у Луганска будет, по пляжам, как в Севастополе, он систематически пытается теми же беспилотниками достигнуть наших НПЗ, нефтебаз, чтобы, в общем-то, повлиять не только на военную составляющую, а это война, это топливо, но и на сельхозработы, и на все остальные структуры. Поэтому надо, помимо чисто государства, подключаться к тем собственникам, которые владеют этими предприятиями. Василий Алексеевич, вот если говорить о ситуации на линии боевого соприкосновения, то сейчас, ну, очевидно, не ощущается у ВСУ снарядного голода. Да, если мы говорим о ствольной артиллерии и так далее, по всему миру ищут и поставляют эти снаряды, в том числе 155-миллиметровые, но в последнее время все чаще стали говорить о том, что на Украине готовы и американцы, и немцы, и французы открывать производство вооружения. Насколько сегодня Украина способна такие производства развернуть, и чем мы можем ответить? Вы понимаете, давайте сначала о поставках. Вот Южная Корея заговорила на фоне наших договоров с КНДР, что они подумают, какое вооружение поставить. Вот Южная Корея, у них один из самых мощных ВПК в мире, в том числе и производство как раз вот тех самых основных 155-метровых снарядов. Это говорит о том, что если США поднажмут, они могут дать. А можно, вполне вероятно, что и дают. Сейчас ведь система посредников через второго на третий заговорили, что сербские снаряды появились через кого-то, через третьи страны. Поэтому, да, снарядов, судя по тому, что говорят на линии соприкосновения, проблем у них с этим нет. Ну, а что касательно производства у них, то я хочу сказать, что это не беспилотники надводные или подводные, где можно где-то, ну, скажем так, в определенном сарае все организовать. Это серьезное производство. И, конечно же, я думаю, что это, ну, во многом финансовая афера, где будет, куда будут вкладываться деньги. Потом, под соусом того, что прилетела русская ракета типа «Искандера», все уничтожило, и мы вынуждены восстанавливать дело и так далее. Открыли, закрыли. Такие случаи уже были. Когда один и тот же восстановленный мост восстанавливали раза 3-4 за полгода. Это, я думаю, обоюдная выгода для жуликов и спекулянтов, и тех, кто на Украине, и тех, кто их поддерживает. Это мое мнение. Полковник службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков, не просто так его вспоминаю, он просто заявил, что в августе-сентябре может начаться генеральное сражение, и тогда для Украины либо будет все хорошо, либо будет все плохо, и нужно будет идти на мирные переговоры с Москвой. Вопрос к вам, как к эксперту. А вообще такое понятие, как генеральное сражение в современной войне, есть или сегодня другие совершенно методы ведения боевых действий? Ну, я думаю, это не Куликовская битва, как это было, и не Полтавское сражение основное, и не Курская дуга со Сталинградом. Сейчас линия фронта растянута, боевые действия идут по другой схеме. Никто не предполагал, что будет вот такая проблема даже для двух сторон с беспилотниками, которые практически сейчас порой расходуются по несколько беспилотников на человека. Поэтому линия соприкосновения огромная. Где-то, если будет нанесен основной удар, то он может оказаться вспомогательным. А вспомогательный основным. Такое было в годы Великой Отечественной войны. Мы сейчас имеем на фронтах ситуацию, когда жесточенные бои идут в нескольких местах. Это, в частности, на Харьковском направлении, где у нас Волчанск, идут бои и перемалывается враг. Это сейчас ведут жестокие бои у Торецка, где мы прорвали оборону. Бои идут у того же Часовьяра. Вполне вероятно, что бои идут на островах напротив Херсона. Где это будет происходить и как это будет? Я не думаю, что где-то сойдутся и так далее. Потому что все находится под присмотром. С воздуха и так далее. Перемещения любые, с учетом поставки оружия Запада, мы тоже, они отслеживаются, наносятся удары на марши. Маскироваться очень тяжело и нелегко. Не случайно, вот даже сколько у нас маскировочной сети задействованы силы, общество, волонтеров, и все-таки их даже не хватает. Поэтому, я думаю, зависит все будет от другого. И прежде всего от того, что наша все-таки оборонка, обороты увеличила намного. У нас, как сказал президент, все свое оружие. Поставки идут. У нас, в общем-то, в отличие от того, что Украина гонит все новые и новые волны мобилизованных, во многом, если не в большинстве, не настроенных на войну, а стремящихся сбежать, уйти, спрятаться. У нас вполне мотивировано люди приходят добровольцами, заключают контракт. Здесь, конечно, есть и финансовый аспект, но во многом они понимают, с кем дело приходится иметь дело. И сейчас, конечно, армия во многом отличается и по численности, и, главное, по качеству от того, что это было два года назад. Мы освобождаем свою землю. Очевидно, это все понимают. И об этом уже не раз сказано. Это четыре новых регионов. Вот когда говорят, захватили кто-то, захватили село, я говорю, мы освободили, а не захватили. Надо вот думать и знать об этом. И, конечно же, такие удары вполне неожиданны для противника. Они могут быть и на линии, где мы вынуждены создавать санитарный кордон, или на юге, или на севере. Они заставляют противника метаться по фронту и источать резервы. Заявлять могут бывшие или не бывшие, очень много. Они на заявления гораздо, и в том числе и не только депутат Безуглая, который налево и направо критикует. И нам говорят, какая же ошибка демократии на Украине. Вот депутат Безуглая. Потому что ей приказали бить, потому что в киевском режиме чрезвычайно зеленские компании не только боятся, чтобы военные украинские сказали, нам все это надоело. Потому как кровь, кровь, кровь льется. И понимание того, кто на передке находится, куда они влипли, что делают, тоже какое-то есть. Поэтому убрали и этого залужного, уберут и сырского. Хотя, конечно, это враг России, несомненно. Поэтому у них все, демократия по-своему. С Варьевым-Малинуки гораздо более отягчающими обстоятельствами. Я думаю, что будет ситуация, когда фронт, скажем, объективно поплывет не только на одном участке. Несмотря на применение вот этих ракет, о которых мы говорили. И, конечно же, этот удар уже выясняется, он уже не первый, судя по всему, и по Крыму. И вполне вероятно, что по нашим старым территориям, ну, по крайней мере, сейчас это 300 километров, если с учетом того, что надо эти комплексы оттягивать, чтобы их не уничтожили. Где-то километров 150-200, но это уже тоже есть, подпадают наши города. Поэтому работы предстоит очень много. Надо ориентироваться в том, что происходит. И какие еще пакости придумают в Пентагоне или в Брюсселе и подскажут своим Рокси, мы не знаем. Но знать должны. Я так понимаю, что все-таки в наших стремлениях, в наших планах, мы должны опережать все-таки противника на шаг на два, а может даже и больше. Это делается, но надо делать это еще больше. Спасибо, Василий Алексеевич. Напомню, у нас на связи был военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Это программа «Акцент дня». Смотрите нас ежедневно на канале «Справедливая Россия». И всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова